Доброе утро, дорогие друзья! Веланчель появилась в 16 веке в Италии и быстро распространилась по всей Европе. Своим появлением веланчель обязана таким великим мастерам, как Амати и Страдивари. Свой внешний вид веланчель получила не сразу. Первоначально на инструменте играли стоя, и лишь позднее для поддержки инструмента был придуман шпиль. Особая ножка с острием, упирающимся в пол. Веланчель, как и скрипка, относится к группе струнно-смычковых инструментов, то есть для игры на веланчели требуется смычок. У веланчели четыре струны разной толщины, которые изготавливаются из металла и синтетики. Вплоть до 18 века веланчель была популярна лишь как инструмент, сопровождающий пение, а заслуженное признание получила в творчестве великого композитора Людвигова Битлобина. 20 век подарил нам плеяду выдающихся виолончелистов. Одним из них был великим Стислав Ростропович. Благодаря ему виолончель зазвучала на престижном конкурсе имени Петра Ильича Чайковского в 1962 году. В 2019 году проходил 16-й международный конкурс имени Петра Ильича Чайковского. Это событие четырехлетия не только в нашей стране, но и вообще в мировой музыкальной культуре. В этом году впервые в рамках международного конкурса проходил детский конкурс. Все федеральные округа проводили его в три этапа, выявляя самых талантливых исполнителей в трех номинациях. Нашей большой радостью победителем номинации виолончели стал наш воспитанник Зимин Иван. Победители смогли посетить конкурсное прослушивание в Москве и Санкт-Петербурге. Звуки виолончели пленяют с первых нот, поэтому Федор Шаляпин говорил, петь надо так, как поет виолончель. Ну а в следующую среду мы расскажем вам о самом древнем музыкальном инструменте. Федор Шаляпин